Приветствую вас. И как вы, наверное, понимаете, любая зависимость есть следствие душевной пустоты, есть следствие приемностей, которую вы не можете удовлетворить, то есть зависим мы от человека тогда, когда он удовлетворяет какие-то наши желания, наши, а не его, то есть мы находимся с человеком не потому что любим его, не потому что хотим с ним быть, не потому что мы захотим делать его счастливым, а потому что нам с ним хорошо, мы получаем с ним какие-то эмоции, мы удовлетворяем рядом с ним какие-то потребности, и вот эти потребности нужно выявить, понять что же, собственно говоря, вы получаете, и работая над своей самооценкой, над своим самолюбиям, над гордостью, повышая их, то есть, когда мы от человека зависим, мы, естественно, унижаемся перед ним, мы как бы ставим себя ниже на него, нужно еще и определить, почему вы ставите себя ниже на него, и после этого эти потребности, которые вы удовлетворяете рядом с ним, реализовать самостоятельно, без него. Если это реализация вашей, как женщины, то вряд ли вы реализуетесь, в этом ключе, будучи подчиненным по отношению к мужчине. Реализация, как женщины, всегда означает, что мужчина относится к ней, как равноправный, или как богиня, но только лишь, если вам не нравится такое сопочиненное отношение, то вам нужно работать над своим ощущением, над самой себя, и повышать свою самотыгу, свою гордость и так далее, и, собственно говоря, определиться вот с этим. Дальше. Дело в том, что зависимость от любого человека есть образ жизни, есть привычка, и от этой привычки нужно избавляться. Как? По сути, найдут любые рекомендации, общие рекомендации по борьбе с зависимостью. То есть вы исключаете полностью человека из своей жизни раз и навсегда, вы активно занимаетесь другими делами, реализуетесь в других сферах, чувствуете свою успешность, чувствуете востребованность, чувствуете внимание со стороны других и других людей. Максимально устаете, получаете максимальное количество впечатлений и лишаете себя свободного времени, досуга. Это все вместе такой образ жизни. Все надуманное, придуманное лично вами, из вашего сознания уберет, а оставит только сухой остаток. Поскольку чувства у вас к нему нет в силу зависимости, сухой остаток означает понимание того, почему вы с ним, чего вам хотелось. И вот это то, чего вы хотели, вы добьете самостоятельно без него. Для чего же нужен, спросите вы, такой активный образ жизни? Дело в том, что наше сознание способно удержать в себе определенное количество объектов, определенное количество элементов. И это количество достаточно строгое, оно ограничено. Это количество 7 плюс минус 2. Так вот, наполняя свое сознание другими элементами, вы постепенно, вот этот элемент, элемент мужчины, элемент, собственно говоря, зависимости, вы вычисните его за пределы сознания. И постепенно ваше сознание адаптируется к новым элементам, а зависимость, зависимость окажется вне его. и будет проявляться лишь тогда, когда вы увидите что-то напоминающее вам о нем. И здесь поможет всяческое избавление от любых намеков на данного человека, по крайней мере, в первое время, пока вы именно будете избавляться. Потом, когда избавитесь, когда вам будет легче, ну, тогда уже и намеки, собственно, будут пропустить вас какие-то такие, знаете, анголовские чувства, но это будет слабое, и, в общем-то, ваша жизнь это не изменит. То есть, вам необходимо освободиться, в первую очередь, и побыть без человека какое-то время. Побыть без него, понять, что жизнь на нем не завязана, понять, что, в общем-то, можно получить кучу удовольствия и без него. И самое главное, мужское внимание. Вам же очень желательно ощутить себя востребованной, желанной для мужчин других. Чтобы вы чувствовали, что мир не ограничивается одним лишь мужчиной, которому вас зависит. И поскольку мужчины, скорее всего, вами манипулируют, осознанно или не осознанно, это в данном случае не важно, что вы, ощутив другое отношение к себе, равноправно, уважительно, бережно, обходительно, вежливо, вы удивитесь. Вы скажете, боже, как я могла терпеть отношения к своему мужчине, когда тут такое. Я женщине себя ощущаю. И после этого вы даже не захотите возвращаться к нему, не захотите даже думать о нем, потому что вы познаете, что такое настоящее, мужское внимание, мужское тепло, забота и, собственно говоря, симпатия. Вот примерно так самостоятельно можно избавиться от любовной зависимости. Но на самом деле лучше всего, если вы выберете специалиста и проработаете с ним какие-то отдельные аспекты этого, потому что просто так зависимость не возникает. Заметенный зависимость возникает все-таки вследствие определенных комплексов у человека, определенных страхов, определенных блоков. И это все вам самостоятельно будет побороть достаточно сложно. Но, решать вам, на ваши вопросы я ответил, надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его, пожалуйста, лучшим, буду вам очень благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи, а также принятия верного решения относительно своей будущей жизни. Редми. 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 Продолжение следует...